Добрый день, дорогие друзья. Мне очень приятно вас видеть. Мы с вами, как видимо понимаем, находимся на ВДНХ. Такая традиционная площадка, где десятилетиями демонстрировались наилучшие достижения нашей страны во всех основных направлениях развития. Это то, что всегда составляло гордость страны и то, что двигало её вперёд и позволяло находиться на самых передовых рубежах развития. И даже можно сказать, что наша страна прошла за предыдущие десятилетия колоссальный путь трансформации изменений. И лучшим подтверждением того, что это происходило со страной, является сама вот эта площадка ВДНХ. Вы люди молодые, но, наверное, многие знаете, что из такой площадки демонстрация достижения Советского Союза превратился в какую-то помойку и рынок. И вот постепенно, по мере того, как ситуация в стране менялась, менялась ВДНХ. И теперь здесь мы тоже возрождаем те принципы, на которых эта выставка была основана, что даёт возможность вам и таким, как вы, людям молодым, красивым, симпатичным, умным, креативным и устремлённым в будущее демонстрировать свои достижения. Причём на новой базе, но, тем не менее, это происходит. Причём в самых разных областях. Наша встреча проходит в преддверии Санкт-Петербургского международного экономического форума. И я попросил администрацию своих коллег из правительства организовать такую встречу именно для того, чтобы послушать ваши соображения о том, как по вашему мнению, где мы сегодня находимся, куда движемся. И что нам нужно сделать дополнительно для того, чтобы это движение вперёд было абсолютно обеспечено, было безусловным, шло на пользу стране, всем участникам этого замечательного процесса. И обещаю, что на все ваши предложения, идеи, постараюсь отреагировать. Мне это делать проще, чем вам. Я просто даю поручение. Вам нужно сами что-то придумать. А мне просто послушать и вас задать поручение. И, конечно, поможет мне и моим коллегам сориентироваться по поводу того, как нам выстроить работу на экономическом форуме в Петербурге. Что хотелось бы сказать для начала. Мы с вами переживаем, живём в эпоху перемен, это всем очевидно, все это понимают, видят, происходят и геополитические трансформации, научные, технологические. Мир меняется, причём меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уже не говорю глобальное лидерство, но хоть в чём-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонии не называть. Вот, ну, я сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никого не обижать. Но если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. А колония таких вот исторических перспектив всё-таки не имеет. Шансов выжить в такой жёсткой геополитической борьбе, она была всегда. Я хочу просто, чтобы это было понятно. Не то, что вот мы смотрим, что происходит вокруг нас и с нами. Рот открыли. Ах, ничего себе. Да так всегда было. Понимаете? И всегда Россия оставалась на... была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать. Но только для того, чтобы, собравшись силами, идти вперёд. Сосредоточиться и идти вперёд. А суверенитет в современном смысле... Ну и вообще, в принципе, это было-то всегда, но сегодня это особенно очевидно. Он складывается из нескольких составляющих. Ну, это военно-политический суверенитет. И здесь, безусловно, важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики. Обеспечить безопасность. Второе – это экономический суверенитет. Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого. В критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства. В современном мире чрезвычайно важен технологический суверенитет. Ну и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду? Это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач. Это уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых базовых условий развития. Нет этой консолидации, и все будет рассыпаться. Причем, вот когда я назвал вот эти составляющие суверенитета, их можно, конечно, и увеличить, это число, но это какие-то основные вещи. Совершенно очевидно, что это все взаимосвязано. Я вот перечислял первое, второе, третье, четвертое. Но на самом деле можно поменять порядок и начать с последнего и потом с любой точки. Почему? Потому что одно не существует без другого. Ну как добиться безопасности, внешней безопасности, скажем, не имея технологических возможностей, технологического суверенитета? Ну невозможно. У нас бы никогда не появилось гиперзвукового оружия, если бы не возможности нашей науки и промышленности. Ну никогда. И знаете, когда вот только сталкиваешься с этим, тогда понимаешь. Вот я, когда у нас появилось гиперзвуковое оружие, попросил разработчиков принести, чтобы список кого наградить. Я уже об этом говорил публично, вам еще скажу раз. Принесли вот такой толстый фолиант. Я начал листать, а там не фамилии, там название предприятий КБНИ. Честно говоря, даже я был удивлен. Я говорю, что ты принес? Если, говорит, хотя бы одну вычеркнуть позицию, изделие бы не появилось. Тысячи людей работали, понимаете? Тысячи. Это осознал глубину и возможности нашей оборонки. Но то же самое в экономике в целом. Ну если экономика будет хромать, чихать и кашлять, ну тогда все. Тогда какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет. Но вот чтобы вот это все эффективно использовать, иметь и использовать, конечно, нужно решать базовые задачи. Демографическую задачу. А это значит здравоохранение, экология, это наукой надо заниматься, образованием и воспитанием, что очень важно. Вы знаете, я когда-то с патриархом говорил, и мы обсуждали вопросы образования. И вдруг он мне говорит, ну образование это очень важно, ключевая вещь. Но без воспитания у вас вообще ничего не получится. Потому что можно человека научить чему-то, но как он воспользуется плодами своих знаний. Вот в чем вопрос. Чрезвычайно все это очень важные вещи. Наука, образование, воспитание, здравоохранение, потому что без этого не решают одни мои, российские вопросы и так далее. А культура, если мы не будем опираться на базовые ценности национальных культур народов России, у нас не будет никакой консолидации общества. Консолидации не будет все развалиться вообще. А то, что нам приходится защищать себя, бороться за это, то это очевидная вещь. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петру Первому. Почти ничего не изменилось. Удивительно. Как-то вот приходишь к этому осознанию, к этому пониманию. Ну вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, а пока так и есть. Вот все при Ладожье, там, где сегодня Петербург основан, при нем основан. Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Наровой, там, его первых походах. Чего бы появилось тут? Возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из-за того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят. Но вы все люди, грамотно добившиеся уже определенных результатов в тех сферах деятельности, которыми вы занимаетесь. И я сразу хочу принести свои извинения, если не смогу ответить на какие-то ваши вопросы. Но, собственно говоря, мне бы хотелось, чтобы наша встреча не была вечером вопросов и ответов. Я бы хотел просто ваши идеи послушать, чтобы иметь их в виду при, значит, организации Петерусского экономического форума. Вот на этом я фонтан закрываю свой, монолог длинный, передаю слово нашей ведущей, пожалуйста. Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Аня Мусевич, спасибо большое за возможность, которая у нас есть сейчас. Если вы позволите, я сегодня буду вам помогать вести встречу. Спасибо большое. Ну, тогда наберусь совсем уж смелости и попробую задать свой вопрос первым. Можно? Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вы же начальник вам всем же. Я министр молодежной политики Калининградской области. И мы с коллегами-министрами из других регионов и Росмолодежью уже год работаем над программой «Регион для молодых». Задача программы выровнять условия работы с молодежью и условия для их реализации не только внутри регионов, между административными центрами и муниципалитетами, но и между регионами нашей страны. Страна у нас большая и ситуация везде разная. Благодаря программе мы сможем открыть и развить сеть молодежных центров, создать новые точки притяжения, осуществить непрерывную систему сопровождения и продюсирования молодежи, поддерживать их проекты по различным направлениям, ну и подтянуть уровень кадрового состава на местах, безусловно. В общем, сделать все, чтобы ребята хотели и могли развиваться и реализовывать себя в своем родном городе, родном регионе. Не только шли за возможностями и поддержкой в федеральные проекты. Вот у нас уже 4 года действует абсолютно идентичная программа развития добровольчества «Регион добрых дел». Мы с вами видим, на каком уровне сейчас волонтерское движение. Теперь очень хочется, чтобы аналогичная программа поддержки появилась в сфере молодежной политики. Я очень надеюсь, что вы поддержите нашу идею с коллегами. Идея отличная. А в чем нужна поддержка? Она развивается у вас, эта идея? Это специальная программа комплексного развития молодежной политики. Она предполагает работать будет так, что субъекты подают свою заявку и гарантируют тем самым комплексное отношение к развитию области. И получают федеральную поддержку, естественно, со финансированием от субъектов. У нас есть такая, в принципе, идея, такая программа существует. Правда, сегодня нет решения о выделении бюджетного финансирования федерального. Но идея хорошая. Мы с коллегами уже все проработали, просчитали за год. Очень важная программа, очень нужная. Мне кажется, что она позволит делать прорыв для наших молодых везде. Я согласен полностью. Это одно из важнейших направлений. Но надо, чтобы все эти действия, они не были формальными в сфере молодежной политики. Чтобы они реально способствовали решению задач, которые перед молодыми людьми стоят. Помогали им развиваться. Давайте мы подумаем. Еще раз к этому вернемся. Я с коллегами поговорю. Хорошо, спасибо большое. Сейчас после нашей встречи у меня будет очередное совещание с правительством. Вне рамок сегодняшней пояски дня мы поговорим и на этот счет. Спасибо большое. Разрешите тогда перейдем к ребятам. Хочу представить вам Дмитрия Чермашенцева. Ему 27 лет. Он из Москвы. Дмитрий научный сотрудник группы «Квантовая оптика» российского квантового центра и занимается исследованием в области квантовых вычислений. Дмитрий, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я занимаюсь квантовыми технологиями. Такое передовое технологическое направление, которое российский квантовый центр развивает совместно с госкорпорацией «Росатом». Квантовые технологии позволяют создавать новые уникальные устройства, такие как высокопроизводительные вычислительные машины, квантовые компьютеры, новые системы защищенной их коммуникации, квантовые криптографии, высокочувствительные измерительные детекторы, квантовые сенсоры. Безусловно, развитие таких устройств проведет к огромному положительному эффекту не только на науку, но и также на индустрию, на экономику. И можно сказать, что при разработке этих устройств произойдет некий такой квантовый прорыв, назовем это так. В текущих условиях возникают новые вызовы, и хотелось бы обсудить возможность создания каких-то международных площадок совместно с дружественными странами по дискуссии на тему квантовых технологий, а также по созданию более плотных и тесных коллабораций. Также зачастую мы сталкиваемся с проблемой, что в международной науке нам не хватает своего голоса. Научные журналы, большие научные журналы, они не только публикуют научные статьи, но также доносят некую научную повестку, научную политику. И мы считаем, что нам было бы здорово создать такой голос, для того, чтобы участвовать в дискуссии. Поэтому мы создали инициативную группу, которая, базируясь на своем понимании и международном опыте, разработала концепцию международного англоязычного мультидисциплинарного научного журнала. И мы бы хотели, чтобы вы поддержали эту инициативу для дальнейшего развития и масштабирования на территории всей страны. Спасибо. Квантовые технологии относятся к разряду сквозных, так называемых, применяются везде, во всех сферах жизни, производства, науки. Чем шире, чем интенсивнее это будет происходить, тем лучше будет для всей страны, для экономики в целом. И то, что Росатом здесь является одним из лидеров и поддерживает свои позиции, это очень здорово. Мы всячески будем помогать. У нас и программы соответствующие существуют, вы тоже об этом знаете. Что касается различных журналов и так далее, это так же, как баллы и оценки высших учебных заведений, они очень субъективны. Очень субъективны. Поэтому нам, конечно, нужно развивать на собственной базе то, о чем вы сказали. Но почему журнал? Давайте сделаем это на основе квантовой технологии, но в социальных сетях, в ВК, ВК, ВК можно сделать, где люди могли бы не только онлайн встречаться, публиковать свои достижения, обмениваться, читать лекции онлайн, ну, я не знаю, дискуссии проводить и так далее. Давайте сделаем это по-современному, потому что пока кто-то напишет, пока отредактирует, пока скажут, что это надо подождать, вот там есть что-то поважнее, там академик должен сначала издаться. Здесь все проще, здесь просто вы будете все это... И охват будет больше. Безусловно, да. Создание какой-то платформы было бы, наверное, очень хорошим решением. Давайте по этому пути пойдем, я коллегам подскажу и попробуем это сделать. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Предлагаю следующее слово предоставить талантливой девушке Полине Морозовой. Ей 27 лет и Полина Аспирант-Скултеха, химик, материаловед. Занимается разработкой калийонных аккумуляторов, представляющих собой новое поколение аккумуляторов для беспребойного питания и стационарных установок. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Да, мы занимаемся и исследованиями, и разработками новых технологий в Скалтехе. Я аспирант Скалтеха, как Анна представила. И наши исследования и разработки признаны не только на международном уровне, но и в России. Наша гордость в том, что мы не делаем разработки в стол, мы их используем. Например, мы с коллегами основали стартап технологический. И особенность таких разработок в том, что они довольно долгие, многоступенчатые и занимать могут до 10 лет. Однако, по сравнению с IT-направлением, наше направление именно технологических разработчиков, оно не так поддержано. А ведь мы тоже можем. И мы можем производить отличные технологии, не только которые востребованы на российском рынке, но и для наших международных экспортных, так скажем, партнеров. Например, Индия и Китай. Вот как, по-вашему, мы можем такие договора уже составить, предварительные, может быть, какие-то коммуникации с нашими партнерами наладить касательно таких технологий в условиях закрытой экономики, санкций, может быть, какие-то поддержки для российских технологических компаний. Что вы имеете в виду, когда говорите о заключении каких-то контрактов? Вот этого же никто не мешает делать? Что вы имеете в виду? Нам очень сложно взаимодействовать на международном уровне. Вот стартапы – это всегда что-то такое маленькое, это когда есть идея, которая развивается, развивается, и получается какой-то прекрасный продукт. Ну, например, из технологических IT это был какой-нибудь Uber или доставка еды, которая в пандемию показала себя с очень хорошей стороны. Но у нас это больше именно так называемая диптех-технология. То есть какое-то есть устройство, которое мы разрабатываем, но вот сложно выйти на какие-то международные площадки и произвести контакт с нашими дружественными партнерами. Понятно. Первое, что хотел бы сказать и на что хотел бы обратить внимание. Вы употребили термин «закрытая экономика». У нас не будет «закрытая экономика». У нас её и не было, и не будет. Вот если кто-то пытается нас в чём-то ограничить, то они ограничивают сами себя. Вот пытаются, ну, условно, это к вам не имеет отношения, тем не менее, пытаются ограничить и вывоз наше удобрение. Цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить, значит, наши энергоносители. Опять цены взлетели до небес просто. Там уже моим именем называют инфляцию. А мы здесь совершенно ни при чём. Нет, серьёзно. Но, да, это правда. Мы ни при чём абсолютно. Это результат их ошибок. Причём длительных. До всех сегодняшних событий, о которых говорят каждый год. Это они сделали сами эти ошибки. А теперь, прикрывая... Извините, здесь девушка меня простит. Пытаясь прикрывать одно место своё, так? Значит, всё перекладывают на Россию, да? Что Россия во всём виновата. Мы здесь ни при чём. Это же они ввели ограничения, проводили политику в сфере той же энергетики. Из года в год уже. Десятилетиями. И привели к сегодняшней ситуации. А потом ещё к санкциям перешли. И усугубили ситуацию по всем этим направлениям. И по другим тоже. Что касается сферы вашей деятельности, это очень важно и очень перспективно. Хранение, передача энергии современными способами, современными методами, высокотехнологичными. Это, конечно, за этим будущее. Причём и в экономике в целом, в отдельных отраслях производства и в оборонке. Ну, батареями занимаетесь. Мы понимаем, о чём мы говорим. Это касается подводных лодок, скажем, бесшумных и так далее. Здесь чрезвычайно широкий спектр применения. Кстати, редкоземельные мельталы тоже у нас, между прочим, в основном. Кроме нефти и газа. Но если нужна какая-то дополнительная поддержка, мы стараемся это делать. И в Минпромдорге целая программа существует поддержки несырьевого экспорта. Будем расширять эти формы поддержки. Что касается закрытой, как вы сказали, я хочу вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемую железную занавес. Мы же создали своими руками, а мы сейчас не собираемся этого делать. Мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой. Кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже обкрадывают, создают проблемы. Если дальше пойдут по этому пути, ситуация будет только усугубляться. Да, мы чего-то недополучим. Потому что те, кто это делают, безусловно, имеют определенные конкурентные преимущества, особенно в сфере современных технологий. Это понятно. Но мир, он большой, многообразный. Вот сейчас сказали о Китае, об Индии. Ну, почему только Китай и Индия? Латинская Америка. Да, Африка сегодня еще, может быть, спит, но она просыпается. Там полтора миллиарда человек живет. А вся Юго-Восточная Азия. Ну, невозможно. Понимаете, такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить. Значит, ну, помогать, безусловно, таким стартапам, как ваш, безусловно, нужно для того, чтобы выходить на мировые рынки. И мы будем это делать, тем более, что у нас с этими странами активно развиваются торговые и экономические связи. У нас с Китаем, по-моему, 140 уже миллионов долларов оборот. Значит, в прошлом году товар оборот вырос, по-моему, на 3-4%. А с Индии на 87%. Понимаете, у нас с Турции товар оборот, знаете, за первый полугодие на сколько вырос? На 930%. В 2,3 раза. Ну, ясно, что там, почему. Но, тем не менее, значит, нет, там есть свои проблемы. Высокая инфляция и так далее. Ну, и развитие свое есть. И свои преимущества есть, в том числе и у этой страны. Если мы будем друг с другом работать, а мы хотим, то будем получать только плюсы. В рамках БРИКС. Вообще, вот, это же 2,3 населения планеты в тех регионах, которые я перечислил. Да, там некоторые по отдельным направлениям делают только первые шаги. Но они делаются и будут делаться дальше. Значит, темпы экономического роста в этих странах, в Азии где-то 5%. В Соединенных Штатах 1,7%. В Еврозоне 1% за последние 10 лет. Да, у нас тоже есть свои проблемы. Мы знаем о них. Но мы будем двигаться, и мы не будем прятаться каким-то забором. Но помогать таким, как вы нужно, и мы будем это сделать. Обязательно поговорю об этом еще и с правительством, и с соответствующими структурами, которые у нас занимаются поддержкой экспорта. Нужно эту линейку поддержки расширять. Будем делать обязательно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Хочется представить специалистам медицинской сферы молодой человек Николай Мышейков из Тюмени. Ему 22 года. Он студент лечебного факультета Тюменского государственного медицинского университета. Николай со своей командой успешно реализует проект по разработке устройства для автоматического забора крови и хранения биоматериала с возможностью поддержания чистоты в рабочей зоне. Николай, пожалуйста. Автоматического забора крови? Да. Владимир Владимирович. Именно об этом... Это те самые. Кто так это делает? Не хочется к ночи никого пугать, но вампиры так делают. Тук и все. Собственно, об этом у меня есть пара предложений. Они касаются устройств для роботоассистированной хирургии и использования искусственного интеллекта в медицине. Дело в том, что сейчас в законодательстве нет такого понятия, как медицинский робот. И это очень осложняет регистрацию медицинских изделий подобного класса как зарубежных, так и, что, пожалуй, более важно, разработку таких устройств в России. Еще хуже обстоят дела, когда речь идет о системах, которые сами принимают решения, как раз автоматизированные, как наш стартап Автохем, которые должны проводить процедуру без решений от медицинского персонала самостоятельно. Собственно, у меня есть несколько предложений касающихся правового статуса подобных устройств. Первое... Вот вы меня прямо с языка сняли. Да. Не-не, серьезно. Вот когда... Правда-правда. Смотрите, когда автомобиль едет, значит, ну, без водителя, да, тоже еще нет окончательных, там, выверенных правовых решений, если не дай бог что случится, а с кого спросить. Вот. Ну, а здесь тем более. Операцию, когда робот что-то сделал, что-то не так. А с кого спросить? Абсолютно согласен. Первый момент, что здесь действительно... У нас, правда, если делают нормально, можно тоже не с кого спросить бы. И поскольку существуют подобные автономные системы и с беспилотным транспортом, вы абсолютно правильно привели пример. То есть, беспилотный транспорт у нас развивается, он имеет правовую способность развиваться. При этом медицинские стартапы в подобном направлении сейчас такой возможности не имеют. Собственно, что я хотел предложить? Первое, это ввести термин медицинский робот в законодательство в перечень Росздравнадзора, который занимается регистрацией медицинских изделий. Второе, это выделить отдельно там устройства для робот-ассистированной хирургии. Распределить эти устройства по степени и их автономности как раз таки для того, чтобы можно было подготовить правовую базу для возможности подобных устройств принимать медицинские решения без медицинского персонала. То есть, возможно, даже ставить диагноз или проводить какие-то минимальные инвазивные процедуры, как в нашем случае, например, забор венозной крови. Ну и, что также я считаю, что было бы неплохо сделать, это разработать отдельный трек для апробации использования подобных устройств. это можно сделать в рамках федерального закона 258-го, который сейчас существует. Он регламентирует регуляторные песочницы. То есть, возможность для продуктов, которые сейчас не имеют отдельной законодательной базы, специально под них ее разработать. Собственно, если бы там был отдельный трек и готовность ведомств принимать стартапы, которые занимаются подобными автономными системами, это было бы просто прекрасно. Спасибо. Очень, честно говоря, интересно. Для меня неожиданно абсолютно. Я этого, откровенно говоря, никогда не слышал. Только знаю, что, безусловно, нужно заниматься техникой, приборной базой, совершенствовать все это. Это очевидная вещь. Этим правительство и занимается. Насколько сейчас промышленность, медицинская система готова к тому, что реализовать то, о чем вы сказали, я не готов ответить. Но, безусловно, с министром Мурашко обязательно поговорю на этот счет. Михаил Леонидович человек современный, он практик хороший. Если вы это говорите, значит, это реально уже существует, да? Мы готовим, мы сами готовим. И очень много стартапов готовят. Да, да, да. Значит, вопрос только в том, чтобы регуляторику менять, законодательную базу менять. Вот я хочу воспользоваться вашим предложением и сказать вот что. Ответом на все ограничения, о которых мы уже так говорили, с нашей стороны может и должно быть безусловное разбюрокрачивание принятия решений. Это особенно в сфере медицины, в сфере лекарства, лекарственных препаратов, фармацевтики, да и медицинской техники. Конечно, здесь исходить нужно только из известного главного принципа, не навреди. И все, что связано со здоровьем людей, с безопасностью людей, прежде чем принять решение, конечно, нужно сто раз отмерить, только потом отрезать, как говорится. Но, безусловно, по этому пути надо идти, надо разбюрокрачивать принятие решения. Это касается различных сертификаций и прочих административных процедур. Поэтому обязательно с министром переговорю, обещаю вам. Большое спасибо. Это очень интересно. А как это вы собираетесь, автоматически кровь забирать? Ну, можете посмотреть в интернете наш стартап. Такая самая реклама. Наш стартап называется Автохем. Автоавтоматический хем, кровь. Можете найти, мы участвовали в декабре в конкурсе от Сколково. Собственно, если вы загуглите, то найдется наша презентация. Это секрет? Нет, просто... Ну, так скажите. Я думаю, что всем интересно, как он может как кровь автоматически брать? У меня традиционный берут, пришел, поработаете кулачком, поработали так, все, можно разжать. Не бойтесь, не больно, но я уже... Вообще, вообще по задумке этот аппарат должен выглядеть по размерам, грубо говоря, как банкомат. Вы точно так же садитесь, кладете туда руку, значит, там у нас установлены всевозможные сенсоры для того, чтобы вену хорошо найти. Не у всех они хорошо ищутся, собственно, наш аппарат эту задачу решает. Кровь собирается в пробирке, ну, то есть, манипулятор прокалывает вену, точно так же, как медсестра, просто вену это видит лучше. Собирает кровь в пробирке. Тут еще один момент, что медицинский персонал не всегда хорошо помнит, какую пробирку, под какой анализ, при аналитический этап. Здесь наш аппарат также помогает увеличить качество. Как не помнит? Только если спиртом неправильно пользуется, тогда не помнит. Нет, 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 нет. Там 12 видов пробирок существует под разные анализы. И важно и под определенный анализ определенную пробирку, и даже последовательно взять этих пробирок. И если взять 10 медсестер и показать им, как одна, 11-я забирает кровь, то 3-4 точно скажут, нет, она неправильно сделала. Потом можно поменять, и 3-4 скажут снова, нет, неправильно. Обязательно с мурашкой переговорят. Обещаю. Большое спасибо. Да. Но, с другой стороны, медсестра берет, даже если неправильно, хорошее, она вам доброе слово скажет, что-то там успокоит. А здесь пришел автомат. А это задача для искусственного интеллекта. Согласен. Спасибо. 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 Следующий наш участник встречи приехал из Ивановской области. Юрий Шилов, кандидат экономических наук, предприниматель с 15-летним стажем в текстильном производстве. Сейчас руководит предприятием, которое входит в топ-50 компаний, производящих спецодежду и средства индивидуальной защиты. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я член еще Генерального совета деловой России. И у меня один вопрос и одно предложение. В России недостаточно производится синтетического сырья и вспомогательных материалов для легкой промышленности. А в то же время, например, компания Роснефть закупает часть своей продукции в Китае на кредитованных фабриках. Мы бы могли это поставлять, ну не мы, а российские предприятия, могли бы уже поставлять самостоятельно. И, например, для иностранных маркетплейсов, Алиэкспресс, там еще и других, созданы благоприятные условия, соответственно, те же самые пошлины, более меньшие пошлины, созданы бондовые склады. И это мешает нашим малым предприятиям, брендам российским, с ними конкурировать. Мое предложение, уже достаточно много на самом деле в этом направлении делается, но не до конца оно корректно работает. Это посмотреть еще раз на пошлины и в то же время посмотреть на льготы, которые для... Пошлины на что? Пошлины на сырье. Сырье, там есть определенные типы сырья, которые сейчас попадают под пошлины, и мы закупаем готовую продукцию. Сырье, которое вы завозите, да? Сырье, которое мы завозим, оно попадает под пошлины, в итоге готовая продукция стоит дороже. А что это за сырье? Ну, это, например, аромиды, те же самые. Вот Роснефть закупает 30% аромидной продукции напрямую на кредитованных фабриках в Китае. Ее бы могли производить российские предприятия и поставлять на ту же самую Роснефть. Уже готовые Вы могли бы сами производить это сырье? У нас есть в России предприятия, которые производят это, ну, соответственно, используя определенное сырье, могут производить готовые изделия и поставлять на Роснефть. Но сейчас она покупает в Китае. Я понимаю, Ваше предложение заключается в том, чтобы понизить пошлины на это сырье и дать Вам возможность производить более дешевую продукцию. Да. То есть, чтобы готовые изделия поставлялись напрямую на наши предприятия. А стоимость рабочей силы у нас примерно сравнялась уже с китайцами. Да, она у нас там играет роль вот в этих пошлинах. У нас, смотрите, с Вами наверняка ведется запись беседы, да, я ничего не записываю, но запись беседы точно ведется. Поэтому я Вас поддерживаю, что это так надо сделать. И обязательно поговорю в правительственном отчете. Там еще вопрос касаемо льгот для как раз иностранных маркетплейсов. Они очень сильно сейчас конкурируют с нашими молодыми предприятиями, российскими брендами. И вот здесь как раз большая конкуренция идет. А сейчас многие пользуются. Много брендов российских, которые создаются. И они бы могли бы занять место уходящих. И что надо сделать? Надо посмотреть на эти льготы, особенно те, которые конкурируют с нашими предприятиями. На льготы для иностранных компаний, которые позволили бы на равных хотя бы условиях конкурировать на нашем российском рынке. Ну, конечно. То есть согласен полностью. Мы все время об этом, кстати, это не шутки, мы все время об этом с правительством говорим. Но палитра всяких вопросов, она огромная, поэтому что-то может и упущено на правительство. Хорошо, что обратили на это внимание. Конечно, у нас не должно быть таких льгот для наших партнеров, которые подрывают собственную производство. полностью с вами согласен. И вопрос у меня, который часто слышу от молодых предпринимателей. Какие три качества лидера вы считаете ключевыми? Ну, садитесь, пожалуйста. Вы знаете, три качества. Это касается всех сфер деятельности и всех сфер жизни. И науки, и чего угодно, и даже образования, и политики. Первое, человек должен быть фанатом своего дела. Вот, я знаю, что многим это не понравится, наверное, но все-таки, вот скажем, в науке всем хорошо известна пара Кюри, да, которая жертвовала всем здоровьем, жизнью, ради достижения результата, которому они посвятили свою жизнь. Даже в педагогике, вот, известные наши педагоги, еще там, 30-х годов, всю жизнь свою посвятили детям и добивались выдающихся результатов. В нашей недавней истории атомный проект, ракетный, Королев, значит, Курчатов, они же всю жизнь отдали. Жили только этим, по сути. Это не значит, что человек должен быть таким совсем уж жить там в коробке в какой-то. Но все, он должен быть разносторонним, это понятно. Но все-таки в известной степени должен быть фанатом того дела, которому посвятил свою жизнь. Это первое. Второе, нужно проявлять гибкость, уметь здраво и объективно оценивать результаты своей работы и с уважением относиться к людям, с которыми он вместе решает задачи, которым посвятил свою жизнь. Критично, но с уважением. И тогда он мобилизует работу команды. А умение работать в команде, тем более возглавлять команды, является одним из ключевых элементов успеха. Ну, примерно так. Спасибо большое. Хочется представить вам красавину Анну. Анна в свои 26 лет является научным сотрудником Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова. Специализируется на разработке аналоговых систем передачи данных на большие расстояния по оптоволоконным системам. Пожалуйста, Анна. Добрый день. Мой институт разрабатывает большой спектр аппаратуры. Это и автоматизированные системы управления для атомных электростанций, и геофизические датчики, и аппаратуру для специспытаний. Собственно, моя аппаратура предназначена для измерения на новой земле. И меня, как разработчика, очень беспокоит наша микроэлектроника. В этой отрасли... Меня тоже. Честно. В этой отрасли, так как она связана с производством и процессами буквально на атомном уровне в наше время, чтобы развивать, чтобы производить больше качественной продукции, надо вообще увеличивать мощности. Потому что нам надо просто произвести очень много микросъем, чтобы из них получилось сколько-то хороших. Чем больше мы производим, тем лучше у нас будет получаться. И чтобы дать нашим отечественным производителям возможность больше производить и увеличить нашу, скажем так, потребность, спрос на их продукцию. У меня есть такие три небольших предложения. Первое. Мы разрабатываем технику по военным ГОСТам. И мне кажется, из военных ГОСТов на разработку военной техники можно в федеральный закон о закупках позаимствовать приоритет отечественных комплектующих над импортом, закрепить это законодательно. Чтобы мы импортные комплектующие, особенно микроэлектронные, покупали при отсутствии отечественных аналогов. Потому что, мне кажется, многие при разработке даже не ищут, есть ли что-то у нас отечественное. Иногда даже бывает разработали с импортом, а потом внезапно оказалось, что есть отечественное и не хуже. Ищут, ищут. Ну вот, не все. Я как разработчик, я это иногда видела. И, кроме того, для тех, кто уже производит конечный продукт, например, в оборонной отрасли, мы развиваем не только оборонную продукцию, но и гражданскую. Например, мой институт умеет изготавливать, имеет широкий опыт в изготовлении аппаратурных комплексов сбора данных с большого количества датчиков, разнесенных на большом расстоянии. Все это делается на отечественных комплектующих, в том числе в арктическом исполнении. Что может быть интересно нашим недропользователям. Но они уже привыкли к импорту, потому что он такой блестящий, красивый. Тем не менее, мы можем поставить такие комплексы в 10 раз дешевле, и они будут не хуже, а по ряду параметров даже лучше. И еще один момент. Чтобы продвигать наши разработки вперед, ведутся различные НИРы, научно-исследовательские работы. И из-за того, что мы закупаем это все-таки по федеральному закону о закупках, по еще более жесткому стандарту закупок Росатома, некоторые вот такие поисковые работы, которые ведутся даже за счет собственных средств, за счет собственной прибыли предприятий, они все равно идут очень долго. Мы можем 5 лет идти от идеи до каких-то первых прототипов. Это очень тормозит. Может быть, для таких вот поисковых работ собственную прибыль предприятий, которые вот уже там на серийную продукцию уже эту прибыль получили, упростить некоторые процедуры закупки вот для таких экспериментальных работ. А у вас продукция на каком параметре этих нанометров основана? 1310 в основном. Значит, мы проработаем эти предложения. Значит, у нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность в России. Это одна из сложных тем, тяжелых и одно из главных направлений удара по России из всех, из всего набора, из всего набора вот этих ограничительных мер. Ну, собственно, так было всегда, еще с петровских времен и кончая. Да-да-да, корабли, допустим, которые он строил, это были же способы строительства и так далее, были они засекречены в значительной степени в то время. Петр туда поехал, сам там, работая плотником, все это добывал. И все продолжалось на протяжении всей нашей истории, на самом деле. Отсюда какомовские списки в советское время и так далее. И все продолжалось, даже самые лучшие годы нашего взаимодействия с западными так называемыми партнерами. Они же ограничения сохранялись. А сейчас просто их усилили. Это одно из главных направлений удара. Вы правы абсолютно. А мы решили, что можно продавать нефть и газ и благополучно все закупать за дешево. И финансировали, по сути дела, за счет наших дешевых энергоресурсов, финансировали их работу. Ну, это широко, конечно, очень сказано так. Общо, но тем не менее, по большому счету так. Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены и должны, слава Богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению. Все, что вы сказали, тоже обязательно возьму из записи нашей беседы сегодняшней. И поговорим на этот счет с председателем правительства, потому что он, по моей просьбе, лично занимает этим. Спасибо. Разрешите предоставить слово Аркадию Дедковскому? Он переехал в Москву из Мурманской области, ему всего 24 года, а он уже начальник отдела по работе с талантливой молодежью Московского государственного технического университета имени Баумана. Пожалуйста. Я из маленького северного города Кировск. Горы, полярное сияние, снег. Там в клубе юного техника в детстве появилась моя мечта создать аппарат, поднимающий из ущелья концертный зал над облаками под звезды, так, чтобы там звучали кульминации лучших концертов и симфоний. Такие люди и должны работать с молодежью, правильно? Это правда. Сейчас я занимаюсь Центром научно-технического творчества в Бауманке. Разрабатываю совместно с Фондом перспективных исследований аэростатический летательный аппарат и немного играю на фортепиано. У меня два вопроса. Один общий, другой конкретный. Первый. Десятилетие науки и техники. Я прочитал документы, постановления, там очень много цифр, наверное, так и должно быть. Но подскажите, какой должна быть технологическая Россия через 10 лет? Проекты типа энергии Бурана, своя микроэлектроника, авиастроение. Это первый вопрос. И второй вопрос. Что вы думаете о моей мечте? Ее возможно исполнить Россия? Россия готова к таким проектам? Спасибо. Значит, чем невероятнее проект, тем больше шансов, что мы будем двигаться вперед. поэтому есть всякие мужские шуточки на этот счет. Но даже если это невозможно, стремиться к этому надо. Вот. Вот он знает. Он знает. Вот. Поэтому то, что у вас такая, ну, как бы невероятная мечта, идея, мне кажется, что вот если думать о том, что, как Циолковский, что мы полетим к звездам, мы полетим. И мы полетели первыми в истории человечества. Вот поэтому такие, на первый взгляд, невероятные, сумасшедшие идеи, они двигают развитие, мир двигают вперед. Вот. Что касается того, к чему мы должны стремиться в области науки, технологий, ну, это, есть вещи, вещи, которые, вроде бы как, сложные, их можно там до утра рассказывать, до следующего. Но задачи, если посмотреть на задачи, а какие задачи? Демография. Это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровы. И здесь целый набор вопросов. Это развитие медицины, медицинской базы, медицинской техники, фармацевтика, современные лекарственные препараты, которые, значит, не резистентными будут к этим самым, к антибиотикам современным. Это, значит, эффективно будут работать против этих болезней, которые уже привыкли к антибиотикам. и так далее. Значит, здесь сквозные технологии, квантовые в области больших данных. Кстати говоря, несмотря на то, что нас все время пытаются как-то там щепануть и оскорбить, что мы, это самое, страна, бензоколонка, а с точки зрения обработки больших данных, мы так же, как в области балета, многих обогнали. да, понимаете, есть вещи, которые, безусловно, являются, уже сегодня являются тем, чем мы можем гордиться. Поэтому вот все, что связано с здоровьем и жизнью людей, медицина, экология и так далее, и так далее, сквозные технологии, это та же самая обработка больших данных, квантовые технологии. То есть нам нужно стремиться к тому, чтобы мы приобретали новые компетенции, в том числе, создавали на новой базе современные инженерные центры и были бы лидерами по всем этим направлениям. Есть у нас шансы? Конечно, есть. Но у нас есть традиция образования, чего во многих странах нет. У нас есть замечательные научные школы, в том числе математические, которые это в основе всех современных технологий. И во всех этих направлениях есть проблемы и вопросы, которые нужно решать. Но у нас есть возможности это сделать. И вот если мы будем идти по этому пути, то успех обеспечен. То есть лучше будем жить через 10 лет? Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни. Совершенно верно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется следующий представить специалиста из сельского хозяйства, энергичную молодую девушку из Ростовской области Екатерина Кудашкина, кандидат сельскохозяйственных наук. В течение 8 лет разработала инновационную технологию создания солеустойчивого сорта риса. Она специализируется на селекции выращивания сорга, сельскохозяйственном производстве зерновых и масличных культур и занимается проведением полевых опытов. Екатерина. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Как вы сказали, я фанат своего дела сельского хозяйства. Этим пронизана вся моя жизнь. Родилась в селе, выросла в семье фермера, получила агрономическое образование. И когда в 2014 году был мощный импульс в развитии сельского хозяйства, я обучалась в аспирантуре и занималась селекцией риса и сорга. На сегодняшний момент мы с командой уже развиваем селекционный стартап Катриса на базе своего же фермерского хозяйства. И сегодня меня беспокоит то, что по некоторым культурам сельскохозяйственным мы до 90% зависимы от импортных семян. Но нам же не хотелось бы завтра прийти в магазин и покупать масло подсолнечное за 300 рублей. Нет. Мы хотим стабильных цен на прилавках и нам нужны качественные отечественные семена. Поэтому мое предложение заключается в том, чтобы создать инновационный селекционный центр с привлечением молодых ученых аграриев и создать новые сорта зерновых и маслячных культур, но под потребности рынка для ускоренной отечественной селекции. И уверяю, что в стране достаточно сил, молодой энергии и возможности для того, чтобы нарастить селекционные обороты и обеспечить страну продовольствием. Во-первых, хочу сказать, что это очень интересное направление деятельности, востребованное, важное. И не могу не вспомнить ваших коллег, которые работали в блокадном Ленинграде. Это удивительная история, когда люди умирали от голода, но сохраняли коллекции семян. Это просто об этом многие знают, но это отдельная тема, на которой книжки можно писать и фильмы снимать. Это есть отчасти в нашей кинематограйсе, в литературе, но это заслуживает того, чтобы мы об этом никогда не забывали. Вот это первое. Второе, что касается отечественных семян, это действительно вопрос, потому что так же, как очень многим другим направлениями деятельности, мы здесь кое-что подзабыли. Но у нас есть хорошая база, над чем мы можем работать. Например, по пшенице, я так понимаю, вы, наверное, подтвердите, 100% теперь это отечественные семена по пшенице. Ну и не случайно совершенно получилось, что за последние годы Россия стала лидером по продажам пшеницы в год. Значит, да, такие страны большие, как Китай, полтора миллиарда человек проживает, штаты там 300 с лишним миллионов, они производят больше, но они потребляют больше. А наш экспортный потенциал оказался достаточно серьезным. У нас 20, потом 30 в этом году, 21-22 год, мы выйдем примерно на продажу 37 миллионов тонн, а через пару-тройку лет это будет 50 миллионов тонн. То есть мы наращиваем производство, а в этом году, если Бог удаст, это тоже очень важно. Может быть, даже самое главное, может быть, у нас будет 130 с лишним миллионов тонн выражать. Это очень важная вещь. Но у нас сейчас отечественных семян где-то примерно две трети используется. Нам в ближайшие пару-тройку лет нужно выйти на минимум 75%. Двигаться надо аккуратно, понимать, точно знать наши возможности и, зная их, двигаться поэтапно. И мы, безусловно, будем это делать, потому что и в области пожилотноводства нам нужно заниматься этим видом деятельности, семеноводство для производства различных культур продвигаться дальше. Но должен отметить, и вы сейчас вспомнили об этом, с 2014 года мы серьезным образом нарастили наши возможности в области сельского хозяйства. Где-то у нас производство сельхозпродукции выросло на 15% с 2014 года, а производство продуктов питания на 30% выросло. Это очень серьезное движение вперед. Но та сфера, о которой вы сейчас упомянули, она остается, если не ахиллесовой питой, то тем, чем мы должны заниматься. По поводу центров, о которых вы сказали, они уже создаются и мы всячески будем действовать в направлении их поддержки. Причем фермерские хозяйства тоже могут заниматься этим, занимаются этим видом деятельности. И предусмотрены, я сейчас боюсь в чем-то ошибиться, но предусмотрены и соответствующие льготы. Например, возмещение затрат на этот вид деятельности, по-моему, сейчас до 20%. В принципе, это, мне кажется, можно вполне увеличить как минимум до 30%, а может быть, в недалекой перспективе до 50% вложений на этот вид и будем, конечно, расширять это по стране. Это точно совершенно то, чем мы должны заниматься. Спасибо. Как дополнительный элемент поддержки можно было бы тогда в региональных программах господдержки АПК внести дополнение, чтобы селекционные центры могли наравне участвовать в рамках конкурса с животноводами, потому что в данный момент у животноводов в рамках конкурсной комиссии имеется преимущество по баллам, чтобы мы могли наравне участвовать в этих региональных программах? Обязательно поговорю с министром. Дмитрий Николаевич в курсе, он этим занимается, он сам неоднократно мне об этом говорил, но, видимо, на животноводов, потому что это конечная сборка, конечный продукт получается, поэтому им в первую очередь выдали такую льготу. Но согласен, нужно подумать о расширении этих понятных. Но в том числе и погашение издержек, связанных с этим видом деятельности, по-моему, сейчас 20% гасится затрат, но до 50% надо доходить. Ну, поговорим на этот счет. Будем обязательно этим заниматься. Очень важное направление, полностью согласен, потому что это то, что обеспечивает как раз наш суверенитет в области продовольствия. Мы уже очень многое сделали по пшенице, по маслу, подсолнечному, по мясу и так далее. Но есть еще чем заниматься, согласен. Обязательно будем. Спасибо. Спасибо. Специалист сферы фармацевтики Александра Белова из города Ярославля. Александре 25 лет, а она прошла карьерный путь от оператора участка терапевтических белков до руководителя биотехнологического производства ярославского филиала R-Farm. Добрый день, Владимир Владимирович. Я работаю в сфере производства биотехнологических препаратов на протяжении последних трех лет. Начинала свой профессиональный путь с должности оператора, а сейчас руковожу четырьмя производственными участками. Одно из последних достижений, чем я горжусь, это успешная организация полного цикла производства артлегии. Этот препарат производства артлегия. Этот препарат используется при лечении тяжелых случаев коронавирусной инфекцией. Он предотвращает появление цитокинового шторма. Благодаря нашим усилиям своевременно были спасены жизни людей. Чувство, что ты помогаешь спасать жизнь человека, бесценно. Я очень хотела бы, чтобы портфель биотехнологических препаратов в нашей стране расширялся, и жизненно важные лекарства были более доступными. Для этого Россия обладает огромным научным и производственным потенциалом. Владимир Владимирович, как Вы считаете, какие шаги на государственном уровне необходимо предпринимать, чтобы стимулировать молодых специалистов заниматься фармразработкой? И, на Ваш взгляд, какие сейчас стратегические задачи стоят перед фармотраслью? Про задачи я сейчас скажу. А какие шаги должно государство предпринимать, чтобы Вас поддержать? Вы мне скажите, мы постараемся это сделать. Хотелось бы каких-нибудь льгот. Например, в связи... Ну, по-моему, там, в принципе, у нас выстроена целая система льгот, поддержки наших производителей. У нас целая программа фарминдустрии существует. Государственная... Вообще, эта госпрограмма функционирует. И там выстроена целая система поддержки. Безусловно, мы должны иметь свои лекарственные препараты. Кстати, то, что было сделано ВАМИ, то, что было сделано нашими институтами в период борьбы с коронавирусной инфекцией, активной фазы борьбы, эта борьба еще продолжается, но, тем не менее, это все-таки говорит о том, что все, что было сделано до сих пор, не пропало даром. И мы по ключевым направлениям оказались даже в лидерах. Поэтому это, наверное, одно из тех направлений, где мы можем сказать, что да, усилия государства и специалистов в этой области работающих, и промышленности, компаний, в том числе вашей, даром не прошли, результат есть. Но если вы скажете, что нужно, по вашему мнению, как человек, который работает в этой области уже несколько лет, чего вам не хватает, где бы что нужно настроить, я бы был вам благодарен за это. Ну, например, недавно были введены для сферы IT, в сфере IT вывели льготы, льготная ипотека, срочка от армии, то есть для нас это актуально. У меня на производстве работает очень много молодых людей, их забирают в армию, и не факт, что они ко мне вернутся. Надо подумать тогда. Просто мы о IT говорили, в том числе имея в виду ту проблему, которую здесь упоминали, про микроэлектронику, допустим, здесь нужно делать решительные шаги. Ну, это как предложение. кроме от срочки от армии, наверное, есть и другие. Там же набор льгот-то функционирует, у вас он же есть? Это просто как пример. Ну, хорошо, вот если вы вот сформулируете, что, ну, кроме от срочки от армии, то, что считаете нужным, да, вот, с точки зрения того, чтобы оказать поддержку, я вам обещаю, мы обязательно посмотрим, проанализируем это. Ну, также хотелось бы какие-нибудь центры развития. Ну, сейчас я понимаю, что все строится, но можно было больше фокус делать. Ну, это же в основном работает в частной компании. Какие центры развития, о чем? И компании вкладывают в это, я знаю. не хватало мощности у нас, потому что у нас где-то переразмеренные там производства в некоторых отраслях, а где-то мы не рассчитывали такую необходимость такого массового производства, поэтому на первом этапе не хватало нужных препаратов, но нарастили соответствующим образом, оказая в том числе и поддержку производителям, в том числе и компании, в которой вы работаете. вот чего не хватает, говорите. я подумаю. Хорошо, спасибо. хочу поблагодарить вашу компанию, вас, всех ваших коллег за то, что было сделано в предыдущие пару-тройку лет, это действительно было очень важно. И для национального самосознания, понимания того, что мы можем на прорывных направлениях добиваться нужного результата, ну и, конечно, для жизни и здоровья миллионов людей. Так что вам спасибо большое. Спасибо. Разрешите представить молодого ученого из Нижнего Новгорода Петр Зеленов. Он занимается проектированием и конструированием динамического оборудования для ожиженного природного газа. Участвовал в разработке первых отечественных крупномонтажных СПГ-насосов и в составлении программ испытаний, в том числе на Первом Европе и Четвертом мире стенде для испытаний средний крупномонтажного оборудования ожиженного природного газа. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Хотелось бы, являясь частью команды, занимающейся оборудованием для ожиженного газа, для СПГ, отметить, что КБМ нами, частью Атома Наргомаша, частью Росатома, не только была выполнена разработка первых отечественных крупнотоннажных СПГ-насосов, но и обеспечена их поставка на действующее производство. Вместе с тем, сейчас, хотя мы и видим заинтересованность отдельных компаний, например, Новотека, в результатах такой работы, многие по-прежнему занимают выжидательную позицию. И, соответственно, учитывая, что АКБМ, как и другие компании, вот, например, как говорила Анна, уже готовы. А что значит выжидают, занимают выжидательную позицию? Что это такое? Это достаточно просто. То есть, они говорят, что они как бы готовы закупать нашу продукцию, готовы ее использовать, но не предпринимают реальных шагов к этому. То есть, и вот как раз про это и вопрос. То есть, учитывая, что вот наши компании, другие компании, да, уже готовы продукцию отечественного производства поставлять, да, хотелось бы услышать, соответственно, ваше мнение о возможности какого-то дополнительного стимулирования компаний-потребителей такого оборудования к, соответственно, использованию нашей продукции. Да их западные партнеры стимулируют так, что же дальше не будет. Вот, вот. Не дают больше такого оборудования. Ну, тем не менее. А вы даете. Вот в этом и преимущество для вот такой сферы производства, как ваше, или для других, где производство, где с рынка уходит иностранный производитель. Да, И это очень важно, конечно, да. Ну, и коснусь еще вопроса. У того же Новотеку, которого вы упомянули, да, они уже у нас, по сути, лидеры как бы по производству СПГ. У них на севере, я там был, кстати, вот, ну, естественно, здесь мало, наверное, кто был там, но вот я был. Производит впечатление примерно такое же, как вот ваш проект, когда, значит, там киноконцертный зал в небеса поднимается. Вот, производит такое впечатление, потому что это выглядит, как какая-то фантастика. Город прямо, целый город огромный по этому производству СПГ. В чем, где в районах Крайнего Севера вырос, никто не верил, что это возможно. Вот, никто не верил. Вот, да, те, кто делали, те верили и сделали. Значит, теперь у них есть другие проекты, и там рядом Арктик СПГ-2, и в Мурманске они хотят, у них много всего, там, там есть свои сложности, но, тем не менее, все двигается. Конечно, им нужно оборудование, в услуги нужно будет оборудование, они никуда не денутся, они к вам придут. Ну вот, будем надеяться, потому что, ну вы здесь слышали наверняка про новый креогенный стенд под Питером, вот не хотелось бы, чтобы он простаивал. Да, мы надеемся. Это у кого? У кого это? Стенд, ну вот как раз, как раз о чем говорил, в услуге, нет, это стенд под Питером, который, который с участием Атом Наргомаш создавался, находится он в НИФЕ, да, вот недавно как раз завершили там испытание первого насоса на СПГ. Вот, ну если позволите, если тоже коллеги разрешат еще буквально минутку занять, второй вопрос, хотелось бы коснуться темы стандартизации, она в каком-то, в какой-то степени, да, уже поднималась, но, собственно, наверное, для многих не будет секретом, что многие российские стандарты, в том числе в области газо-нефтехимии, ну, по сути, являются просто переводом американских. И следование таким стандартам, оно очевидно может ставить целое направление, да, в зависимое положение. И учитывая, что вопросы технического регулирования лежат в основе обеспечения технологического суверенитета, который, вот как вы говорили, является частью экономического суверенитета, да, можно ли, можно ли рассчитывать на какое-то, на расширение мер поддержки, оказываемых государством при издании новых стандартов и переводов? Можно, полностью с вами согласен, вы правы, абсолютно. Вот эти стандарты, техническое регулирование, оно было рассчитано на, по сути, на импортное оборудование. И под него и стандарты соответствующие подводились. Значит, наши должны быть лучше, эффективнее, значит, конечно, они должны быть надежными, совершенно очевидно, но, безусловно, их нужно корректировать. Я с вами согласен полностью. Значит, что касается стимулирования потребителей на вашу технику, на ваши разработки, ну, я же, это не шутка, мы с вами понимаем, да, если купить нельзя, так они еще где-то в другом месте. Но, правда, все равно, конкуренты у вас будут, все равно. Значит, если мы соответствующим образом стандарты подправим, все-таки это должна быть такая, такая корректировка, чтобы они не создавали монополию. Потому что, если будет монополия, тогда и качество ваших товаров, оно пойдет вниз. Поэтому, мы всегда, даже когда говорим о том, что должно быть наше оборудование, наши технологии, наши сервисы, они должны быть лучше, чем мировые. Вот к чему мы должны стремиться. Потому что, если мы будем всегда стремиться к тому, чтобы у нас было не хуже, мы всегда будем на шаг сзади. А нам нужно стремиться к тому, чтобы было лучше, и тогда мы будем на шаг впереди. Да, все верно. Большое спасибо. На встрече присутствует еще один ученый из города Ярославль, Евгений Гузов. Он директор по биотехнологическому производству Airfarm и разрабатывает, внедряет процессы производства вакцин. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я занимаюсь также биотехнологическим производством моноклональных антител и вакцин. Препараты наши являются социально значимыми и жизненно необходимыми для пациентов. Опыт производства вакцин показал нам, что мы не всегда можем получить критически важное сырье, материалы, оборудование. Буквально вчера это было связано с дефицитом на рынке и острой в них потребностью, а сегодня это санкции и нарушение логистических цепочек. Перечень материалов очень большой. Это биореакторы, хроматографы, ассорбенты, питательные среды и добавки для культивирования клеточных линий и многое другое. Все это сейчас производится в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, Японии. В России, к сожалению, практически нет аналогов. Сейчас мы из данной ситуации выходим, сотрудничая с партнерами Индии и Китая. Безусловно, с данной проблемой сталкивается не только фармацевтика, но и вся отрасль в целом. И у меня вопрос. Как вы видите долгосрочный план развития импортозамещения, учитывая текущую санкционную риторику? На что будет сделан акцент? И какие перспективы следует нам ждать? Во-первых, я уже много раз говорил и, по-моему, в ходе сегодняшней нашей беседы. Импортозамещение не панацея. И мы не стремимся все, стопроцентно, все импортозаместить. Как бы мы ни старались импортозаместить бананы, мы же не сможем, несмотря на селекционные успехи на ваших коллег. Понимаете? Но можем, конечно, производить их, тратя, в том числе, жиженый газ на то, чтобы теплиться, значит, поддерживать в нужном состоянии. Но это же не коммерческое производство, а опытные образцы, правда? Здесь то же самое. Поэтому сотрудничать надо со всеми, с кем есть возможность сотрудничать, и мы будем это делать. Но по критически важным технологиям, конечно, мы должны иметь собственные компетенции. Будем их развивать, безусловно, в том числе по тем направлениям, о которых вы сказали. Но для того, чтобы их развивать, нужна, конечно, поддержка со стороны государства. Будем формулировать эти задачи и осуществлять эту поддержку. По-другому здесь ничего не придумаешь. Что касается той сферы деятельности, о которой вы сказали, я вот говорил производителям, теперь хочу сказать тем, кто занимался разработками. Кстати, это отчасти ответы на вопрос о качествах лидера. Вот наши изобретатели, ученые, это было всегда, кстати, не только наше, честно говоря, во всем мире это было, когда те, кто производил определенные лекарства, будучи фанатами своего дела, испытывали их на себе. А бывали еще более такие впечатляющие случаи, когда специально заражали себя, чтобы проверить, проверить, как работают препараты против той или иной болезни. Вот люди, фанатики своего дела, но именно такие люди добивались качественных прорывов, результатов, делали революцию в своем деле. Ну, а по вашему направлению он важнейшим является. Будем стараться вас поддержать, может быть, даже постараемся сделать это более эффективно, чем было до сих пор. Сталкиваясь с конкретными проблемами, будем на них реагировать. Спасибо, будем работать. Спасибо. Вам спасибо большое. Предлагаю дать слово следующему предпринимателю из Республики Башкорькостан Алмаз Мавлеев. Он организовал производство мебели, которое стало одним из лидеров Российской Федерации в своей категории. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я из Республики Башкорькостан, небольшого города Туймазы, фабрика Корона. Мы занимаемся производством ортопедических матрасов, мебели и товаров для сна. Наше предприятие это пример семейного бизнеса, который выросло с нуля до пятерки крупнейших производителей товаров для сна в Российской Федерации. Мы активно развиваемся. Товары для сна это таблетки? Нет, это ортопедические матрасы, это кровати, конечно. Это лучше, чем таблетки. Конечно. Мы активно развиваемся и вот в этом году вводим эксплуатацию более 10 тысяч квадратных метров производственных площадей. Также на нашем предприятии был организован первый мебельный кластер в Российской Федерации, который соответствует всем требованиям Минпромторга России. И поэтому у меня такой вопрос. В нынешних условиях, которые вот сейчас происходят, для ускорения процесса импортозамещения возможно ли, чтобы вы поддержали нашу инициативу по расширению данного механизма, а именно это увеличение объема замещения с 30% до 50% и убрать лимит в день. Импортозамещение? Да, да, да. Сейчас там стоит получается субсидирование и там лимит до 30%. То есть вот то, что вы говорили как раз по именно агросфере, да, получается у нас это 30%. Мы бы хотели, чтобы, если это возможно, увеличить до 50% и убрать лимит по сумме. Сейчас он составляет максимально 300 миллионов рублей. А также... Это возмещают вам что? Это возмещают на оборудование, это возмещают на материалы. На приобретенное оборудование из-за рубежа, да? Да, да, да. Но мы приобретаем из Китая, Турции, ну то есть работаем так. И возмещают на сырье. Это вот у нас в республике, это фонд развития промышленности очень активно этим занимается и, ну, хорошо прям поддерживает в трудной ситуации. Это в коронавирусное время поддержало и в нынешнее время тоже поддерживает. А также я хотел бы еще одну инициативу попросить вас поддержать. Это для вновь создаваемых импортозамещающих проектов, ну то есть вот новые какие-то производства в плане компенсации расходов на инфраструктуру и на закупку оборудования, именно, субсидирование. Спасибо. Ну, это, собственно, предложение первой части вашего. Да, да, да. И также, Владимир Владимирович, еще пользуясь возможностью, хотел бы вас пригласить на открытие нашего производства в городе Туймазы этой осенью. Мы там 10 тысяч квадратов будем открывать и новые машины, новые линии будем показывать. И сколько работающих там у вас будет? В нынешнее сейчас вот на фабрике общая работает около 350 людей, еще плюс 200 будет. То есть мы создаем. 500 человек? Да. Здорово. Ну, во-первых, хочу пожелать вам успехов. Садитесь, пожалуйста. Успехов, удачи. Я думаю, что это одна из тех сфер деятельности, где вы должны порадоваться тому, что происходят эти ограничения со стороны наших так называемых партнеров западных. Потому что это уж точно, такие люди, как вы и ваши коллеги нам могут делать эту продукцию не хуже, чем где бы это ни было. Я понимаю, что здесь, конечно, нужно оборудование. Кстати говоря, у нас за последние годы, с 2014 года у нас в области станкостроения тоже сделан серьезный шаг вперед, прорыв. Это настраивает нас на то, что и в этой сфере тоже можно говорить о возможном производстве своего собственного оборудования. Но пока его нет, его надо закупать и там, где можно это сделать, это делать нужно. Безусловно, согласен. Я не могу прямо так с голосом сказать, что сегодня на завтра, сейчас приду, дам команду. Я так не делаю. Я все-таки с коллегами это предварительно обсуждаю. Конечно, Минпромторг будет на вашей стороне 100%. Я даже знаю, кто будет возражать. Но эту золотую середину мы обязательно найдем. То, что нужно поддерживать такие производства всячески, чтобы появилась собственная продукция высочайшего класса, в сомнении нет. Это вопрос бюджетных возможностей и направлений трат средств бюджетных, которые выделяются на этот вид деятельности. Обязательно подумаем, я вам обещаю. Так что вам успехов. Спасибо за приглашение. Ну, врать не буду, просто не знаю, что у меня будет в это время, чем я там буду занят. Но вам, безусловно, желаю успехов. Вы искренне. Всего большого. Разрешите представить Игорь Голиков, успешный предприниматель из Москвы, основатель собственного бренда одежда кукла и сети экохимчисток. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я предприниматель и я привык жить в такой парадигме, что стресс дает нам стимул для роста. Роста как профессионального, так и роста экономических показателей. Сейчас в эпоху санкционного кризиса ни для кого не секрет, что наши уважаемые партнеры освободили нам некоторые ниши и туда устремились молодые, смелые, отважные, где-то отчаянные предприниматели и начали строить там бизнес. Я, в принципе, один из них. Но я начал, конечно, заблаговременно. Тем не менее... Вы знали. Я знал. Я стратег, я стратег, я сразу выбирал те ниши, в которые я видел перспективу. Я бы хотел с вами обсудить возможность для микро и малого бизнеса роста, перехода его в средний и, более того, перехода на глобальные рынки. Потому как есть очень много молодых, классных, талантливых ребят, которые строят действительно экономически классные продукты, проекты, бренды создают. А это важно. но им очень сложно и тяжело выйти за рамки микро и малого бизнеса. Вот для меня это очень важный вопрос, в том числе, потому что я сам такой же предприниматель. У меня есть пару предложений, которые я бы хотел бы озвучить. Первое из них это создание инвестиционного фонда, который именно позиционируется на микро и малом бизнесе. такого нет. Они находят именно те малые предприятия, которые показывают офигенные экономические показатели. Тогда становится уже средний. Среднего приходит в другую Они выходят туда в долю с правом обратного выкупа обязательным, потому что как иначе через 5 лет. Таким образом это предприятие все получают профит. Бизнес растет, становится глобальным игроком не только на отечественном рынке. Мы можем же выходить за рубеж и государство получает естественно налоговую базу и этот фонд пополняется при обратном выкупе. Такое у меня предложение есть. И второе связанное с моим проектом именно в легкой промышленности возможно ли создание федерального технопарка легкой промышленности на базе которого может быть создана большая швейная фабрика и логистический комплекс этот технопарк может стать неким получить налоговые льготы таким образом сырье поставляемое через этот технопарк будет как мой коллега говорил с более низкой себестоимостью конечный продукт в итоге будет проходить. Более того молодым начинающим предпринимателям именно в сфере легкой промышленности возможно субсидирование услуг этого технопарка для того чтобы они быстро и четко выходили на рынок. Спасибо. Вот смотрите первая часть того чем вы сказали значит безусловно безусловно заслуживает поддержки. Мы так и делаем. Если вы обратили внимание ведь правительство предлагает новые и новые меры поддержки и раздвигает вот эти границы поддержки от малого бизнеса то что вчера имели крупные предприятия сегодня уже получают предприятия небольшие мы идем по этому пути и будем идти дальше постепенно. Значит это точно совершенно нужно делать. Создать дополнительный фонд наверное можно просто подумать у нас честно говоря уже фондов там всяких много если бы Силуанов здесь был Антон Германович он бы сейчас запротестовал сказал воспользуйтесь тем что есть прежде чем что-то новое предлагать но если все-таки какая-то ниша осталась недоработанной и есть востребованные направления поддержки небольших предприятий но наверное тогда нужно подумать над этим я обещаю тоже с министром Мантру поговорю с министром финансов Силуанов Антон Германович мы обязательно пообсуждаем это с ними так это первое второе что касается вот создания какого-то государственного предприятия я не знаю надо подумать нам нужно здесь создавать госпредприятие какое-то я боюсь что ну создадим какое-то госпредприятие оно вместо того чтобы вместо того чтобы помогать по полю широко да будет наоборот всех подавлять напридумывать каких-нибудь еще там регламентов которые которые придется потом обсуждать как их поменять понимаете вот нет серьезно это вопрос не праздный ясно что на что в некоторых в некоторых случаях эти госкорпорации востребованы ну например по линии Росатома нам тогда нужно было не упустить то что было гордостью страны и то что составило составляло и составляет основу нашей обороноспособности мы создали корпорацию Росатом потом там Ростех создали тоже в сфере безопасности вот нужно ли в сфере легкой промышленности создавать госкорпорацию у меня большой вопрос здесь лучше говорить о мерах такой системной поддержки отрасли вот одно из этих направлений вы назвали значит оборудование надо помогать закупать или производить у себя значит логистические цепочки помочь создать субсидировать экспорт у нас есть направление субсидирования несырьевого экспорта и там деньги выделяются но тоже здесь нужно расширять я согласен с теми кто считает что нужно эти меры поддержки и деньги в том числе федерального бюджета на поддержку несырьевого экспорта увеличивать и мы это будем делать постепенно надо ли корпорацию какую-то создавать я честно говоря не знаю это вопрос спасибо большое нет не за что я же сказал что я сомневаюсь в этом вот но я вам так же как и вот коллеги которые занимаются занимаются мебелью вот искренне желаю успехов и знаю что это возможно просто я знаю и тут конечно вопрос если вы одежду выпускаете вопрос в тканях в качестве ткани если у вас были бы вот уверен где-то есть там льняное производство еще что-то мы возрождаем ткани есть современные да красивые значит которые глаз радуют с хорошей расцветкой прочные надежные но я уверен что вы создадите не хуже чем в Италии шлют уже это делаем я не сомневаюсь я честно не сомневаюсь наверняка так оно и есть значит вот вот об этом нужно подумать оборудование техника ткани вот о чем надо подумать ну собственно говоря нас и выпускают это на первичный продукт нужно там тот же хлопок и так далее но это уже к сельскому хозяйству вопрос у нас все можно сделать это постепенно постепенно все будет сделано спасибо вам успехов искренне а вы какую производите одежду мы производим одежду для девушек в первую очередь но учитывая общие тренды мы на самом деле расширили линейку и размерную и она сейчас у нас так унисекс я бы сказал молодежная стильная трендовая очень можно сказать мы флагман в России одежды для молодежи вот здесь девушки присутствуют кто-то одет ваше одежду нет поэтому я и вопрос про масштабирование правильно ладно удачи вам спасибо я подумаю насчет этого фонда обязательно переговорим с коллегами спасибо пожалуйста разрешите потихонечку заканчивать хорошо один вопросик последний разрешите пожалуйста или парочку отлично спасибо большое тогда хотела представить Евгения Трофименко ему 26 лет он работает в научно-исследовательском центре Росатома занимается разработкой технологии производства углеродных волокон а также учится в аспирантуре российского химико-технологического университета имени Менделеева да спасибо Владимир Владимирович уже 6 лет занимаюсь композитными материалами работы у нас сейчас хватает в частности мы масштабируем производство планы вынашиваем сейчас переносим выделали крыло для МС-21 да поздравляю и хочу вам высказать искренние слова благодарности да спасибо это для нас очень важно что наша работа ценится что она приносит пользу государству но вот я могу сказать что даже крыло МС-21 на сегодняшний день это для нас уже пережитый этап мы это сделали сегодня мы занимаемся уже более высококачественными волоками пережито только не говорите что это пережиток прошлого за самолетом будущее за самолетом будущее но мы сейчас делаем более высококачественные материалы но сегодня мы здесь собрались все поговорить не о сегодняшнем мнении о прошлом а поговорить о будущем и вот это будущее вызывает некоторые опасения в том плане что композитные материалы это отрасль очень плотно связанная с нефтехимией это нефтехимический синтез в первую очередь мы добываем огромные объемы нефти газа но уровень их переработки к сожалению пока что недостаточен я вот послушал коллег практически наверное 80% выступающихся так или иначе являются потребителем крупнотоннажной химии или каких-то ее переделов в связи с этим мы видим такую проблему и как вы относитесь к инициативе государственного стимулирования внутренней крупной более глубокой переработки нефти и газа к примеру это может быть реализовано в виде некого нацпроекта либо прям вот совсем амбициозно уже крупной госкорпорации которая бы выстраивала и решала 4 основные задачи которые я лично сейчас вижу первое это масштабирование и глубина переработки второе это наращивание продуктовой линейки третье это решение вопроса химического машиностроения и четвертое это прям совсем хотелось бы это приборостроение химическое особенно наверное сейчас этот вопрос будет актуален в нынешнее время поскольку наши западные друзья скажем так собираются вести эмбарго на нефть и газ из России но они конечно убьют баз буквально в месяц наверное после такого ну минус один конкурент как говорится вот но я думаю что высвободившиеся потоки мы могли бы хотя бы частично пустить допустим по льготным ценам на внутренний рынок чтобы не дай бог не бетонировать скважины и решить стратегическую проблему обеспеченность всей российской экономики химическим сырьем спасибо важнейшее направление естественно создаются условия условия экономические условия такие что нам становится все более и более выгодным не не сырую нефть продавать а нефтепродукты конечно за этим будущее очевидно но у нас целые компании этим занимаются Сибур он этим и занимается нефтехимия газохимия вот поэтому конечно это уровень второго третьего там последующих переделов это высокие технологии это наука это кадры это хорошие заработные платы потому что дороже стоит это рынок мировой но разумеется мы в этом направлении будем работать дальше вы сказали про крупнотоннажную химию но если малотоннажная там тоже целая линейка поддержки стратегии определенные выстраиваются конечно мы будем это делать будем поддерживать те компании которые этим занимаются что касается отказа там от наших энергоресурсов это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет а за несколько лет неизвестно что произойдет поэтому никто бетонировать скважин не будет нет такой необходимости в крайнем случае значит это будет это к чему приводит как сейчас объем нефти уменьшается на мировом рынке цены поднимаются вот и все значит доходы компании увеличиваются в денежном выражении и все это видят все это понимают но нам даже не в этой текущей конъюнктуре дело вы здесь абсолютно правы дело в развитии а развитие за различного рода переделами и глубокой переработкой и нам нужно внутренний рынок формировать внутренний рынок на металлопродукцию формировать внутренний рынок формировать на химические производства о которых вы сейчас сказали но правительство работает над этим повторяю целая программа поддержки выстраивается вы перечислили там 4-5 направлений включая там и оборудование и так далее вы понимаете постепенно по мере того как это будет вызвано жизненной необходимостью 100% это будет возрождаться либо рождаться заново по некоторому направлению вот то что вы после решения задачи по крылу МС-21 пришли как вы сказали уже это наше прошлое уже будущие материалы есть это здорово для тех кто не в материале могу сказать о чем идет речь мы производим самолет который вот через год должен же выйти в серию МС-21 среднемагистральный очень хороший современный конкурент Боингу чего сделали наши друзья партнеры взяли и добились от госдепа того что это вот эти жгуты для крыла да значит самолета поставили под санкции как причем это продукция не имеет ничего общего с военным производством просто ничего для чего сделали для того чтобы сместить выпуск нашего самолета на рынок а самим эту нишу занять это просто использование геополитических инструментов в не такой несправедливой грубой конкурентной борьбе просто безобразие на самом деле но они это делают а несмотря на то что они это и сделали все таки соответствующее подразделение Росатом вот коллега этим занимается сейчас об этом сказал сами сделали эти материалы и сделали по многим показателями так и понимаю что даже лучше чем иностранные аналоги вот и конечно для того чтобы развивать это направление дальше нужно уделять внимание всем тем моментам о которых вы сейчас упомянули в том числе и химическое значит приборостроение и станкостроение надо увидеть конечно будем это все делать повторяю еще раз программа она есть в рамках стратегии развития химической отрасли но будем ее корректировать там где нужно там где жизнь подсказывает что нужно делать вот то 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 и сегодня завтра обязательно будем это делать точно будем помогать компаниям но они чувствуют себя очень уверенно все эти компании работают эффективно развивают крупные проекты на Дальнем Востоке и Сибур и соответствующее подразделение Газпрома и Росатом работает эффективно все работают уверенно да чего-то не хватает это правда того же оборудования это не остановит все эти проекты сегодняшние трудности с логистикой эти проекты не остановят вот амурский ГПХ это поистине на самом деле жемчужина наверное нефтехимической отрасли в России это завод-гигант но хотелось бы чтобы он стал одним из многих заводов такого же типа таких же размеров таких же масштабов которые бы скажем так перекрыли нам весь спектр то есть чтобы это был не один алмаз в короне скажем так а россыпь в ожерелье вы правы постепенно так и будем делать дорогу осилить идущие как известно поэтому постепенно будем двигаться покрывая потребности внутреннего рынка а он еще не закрыт собственным производством и потом будем выходить ну уже выходим же по некоторым направлениям осваивать международные рынки обязательно и у нас конкурентные преимущества потому что у нас сырье есть да да правда чего нет у многих других а у нас есть так что будем работать вместе с вами вам спасибо спасибо Владимир Владимирович в завершение вопрос от молодого предпринимателя резидента клуба молодых предпринимателей Игорь Сухов выраженец Иркутской области ему 31 год Игорь основатель генеральный директор компании занимающийся бурением и лицензированием водозаборных скважин и строительством инженерных сетей Игорь пожалуйста Владимир Владимирович здравствуйте в первую очередь хотелось бы вам сказать спасибо за возможность прямого диалога с вами значит я родом сам с Иркутской области с маленького города Устилимск это на севере области в 2006 году я начал заниматься предпринимательством еще в школе это была продажа телефонов потом я поехал учиться в столицу а телефоны откуда брали? мобильных телефонов покупали покупали и продавали потом в 2008 году я поехал учиться уже в столицу это в Иркутск на программиста и там мы открыли свой первый бизнес по ремонту компьютеров и занимались этим вплоть до 2013 года в 2013 году мы решили расти и завершили работу сервисными центрами и начали заниматься строительством открыли предприятие гидросервис по одной из направлений у нас это бурение водозаборных скважин и строительство инженерных сетей мы организовали систему благодаря которой мы смогли в буровой сложный бизнес интегрировать современное IT-решение по генерации трафика по обработке заказов по качеству контролю качества выполнения объектов и сейчас мы запускаем нашу систему уже в Москве вот я третий месяц здесь живу мы запускаем и вполне успешно в планах в ближайшие два года это запуститься в 37 регионах распаковать нашу платформу благодаря нашей платформе мы организовали порядка 500 рабочих мест то есть те люди которые с нами сотрудничают работают и получают свою прибыль и на самом деле у меня к вам наверное даже вопрос нет вопроса я бы хотел вам сказать что мы здесь все молодые предприниматели ученые специалисты и хотелось бы вам сказать что вы можете рассчитывать на нас и возьму наверное дерзость сказать даже так что вы можете опираться на все сообщество молодых энергичных ребят находящихся не только здесь но во всей нашей огромной стране которые готовы работать и развиваться спасибо вам большое спасибо вам во первых вы занимаетесь очень важным благородным делом у нас целая же программа есть чистая вода и во многих регионах страны к сожалению это проблема мы в ней работаем в этой программе очень сложно идет но работаем качественная вода чрезвычайно важна для целого ряда решения целого ряда других вопросов и проблем и прежде всего конечно это здоровье граждан вот это совершенно очевидно и то что у вас это получается как бизнес это очень здорово потому что все проблемы ЖКХ скажем с помощью бюджетного финансирования решить практически невозможно это просто огромные деньги и все нужно ставить на естественные рыночные рейсы но степенно аккуратно делать это таким образом чтобы и качество жизни людей улучшалось и чтобы не подрывалась финансовая экономическая система муниципалитетов и регионов и если это постепенно можно делать в том числе в том сегменте о котором мы сказали это очень важно ну просто я не знаю даже чем это сравнить это же базовая вещь водоснабжение вот это первое второе вы сказали что я могу на вас рассчитывать вам большое спасибо ну и это как бы естественно поскольку я на сегодняшний день являюсь главой российского государства но я вам хочу сказать что не я хотел бы на вас рассчитывать на таких молодых энергичных как я сказал в начале беседы симпатичных нацеленных на достижение успеха устремленных в будущее людей рассчитывает Россия мы готовы да и это вот вот это вот это вызов понимаете вот действительно вот в сегодняшних условиях когда кто-то там куда-то спрыгнул ушел значит предпочел прекратить здесь какую-то деятельность они пожалеют об этом это это не угроза это просто они пожалеют потому пожалеют не потому что мы кому-то угрожаем мы как раз никому не угрожаем они пожалеют потому что Россия страна с огромными возможностями реально и многие жалеют что приходится приходится как-то уходить но это все проявление проявление того внутреннего состояния этих стран которые не могут принимать суверенных решений Мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. А мы суверенная страна. Мы должны быть устремлены в будущее. И мы устремлены в будущее. Но это будущее может быть создано только такими людьми, как вы. И поэтому страна на вас рассчитывает. Спасибо вам большое и успехов.